Это про меня. Это просто про меня. Я как дурочка. Доверяюсь каждому. Он смотрит на меня, человек, добрыми глазами, и я верю. А потом оказывается, что он не совсем мне добра желает. Несмотря на то, что женщина в этом доме лидер, она в то же время очень доверчивая и открытая. Первое, что я вижу, я вижу вот такой, как это называется? Это графинчик. Вот, графинчик. Точно такой же. А мы можем его достать как-то? Точно такой же графинчик стоит у меня дома. Ты понимаешь? Только я понятия не имею, откуда у меня дома этот графинчик. Что было в графинчике, непонятно. Ну, он помыт уже, честно. Да что, ребят? Куда? Ой, смотри, здесь есть бокалы свадебные. Ты видишь, да? Да. Значит, этот человек, по-моему, явно замужем. Конечно, это к нам к 25-летию свадьбы дарили. Наташа познакомила меня со своим папой. Они жили в Чертаново. Я приехал в эту многоэтажку. Мы прекрасно посидели. Вечер, и я уезжал. Вышел из подъезда. Могу сказать по-честному, что в спорте соблюдал режим, как мог. Но иногда мог себе позволить взять сигарету. Может быть, для понта, для не знаю ничего. И вот я на секунду вышел и почему-то потянулся и взял эту сигарету. И на секунду задержался. И после этого, как я задержался с одним шагом, с какого-то там Н-ного этажа упал огромный фикус в катке перед моими ногами. То есть, если бы я не взял эту проклятую сигарету, то я бы, наверное, остался без головы. И вот тут я подумал, нужно делать предложение. Пока не поздно. А, смотри, конь. Лавок. И, кстати, в этой картине коньков немало. А ты что? А ты что? И увидел. Ух ты. Может быть, этот человек... Как это называется-то? Женщина-фигуристка тут же есть? А-а-а. Пам-пам. Ну, при чем тут Чаплин? Ты говорила, что она может быть актрисой. Ну, вот здесь есть очень много Чаплина и очень много... То есть, она либо актриса, либо фигуристка. Это, конечно, совершенно разные вещи. А-а-а. Это постыли. А как вы считаете, правда, разные вещи? Ну, вот я считаю, что я актриса. Я тоже так. И я фигуристка. Да, потому что... Но в понимании актера фигуристкой не может быть актрисой. То есть... Начальник. По профессии, женщина, проживающая в этом доме, либо актриса, либо фигуристка. Это стол не на двоих. И помещение вообще предположено под много гостей. А опять же, тут стол, там вот диваны, много диванов. Там вот как-то можно стульчики, можно расположиться. То есть, может быть, они принимают гостей? Они принимают гостей совершенно очевидно. Мне кажется, больших количеств. Гостеприимные. Гостеприимные. Открытые, добрые. Вернее, она. В основном мы приезжаем к ним. Потому что Игорь, он не очень любит уезжать из своего дома. Если он даже там вот находится, то все. Его оттуда вырвать очень сложно. Поэтому мы даже не приглашаем. Знаем, что это все равно они придумывают такую историю, что нам придется к ним приехать. Поэтому мы в основном приезжаем к ним. Хозяйка дома очень гостеприимная женщина. Вот возраст. Можно как-то примерно хотя бы наметить? Не обязательно назвать цифру. Но диапазон. Наверное, это все-таки старше 30. Старше 30, но младше? Ну, наверное, младше... Младше, если в 96-м году, значит, это все. 96-й год – это 10 лет назад. Ой, подожди. Больше. 14. В таком случае от 35 до 45. Возраст хозяйки дома от 35 до 45 лет считает следопыт Крюков. Почему бы синий цветок? Очень много. Очень много. Синий цвет считается, когда его много, он дает ощущение некоторой подавленности. То есть это цвет, который подавляет психику. Но в вашем случае в сочетании синего, когда много белого, совершенно другое ощущение. Это ощущение синий и белый – это ощущение чистоты. Я всегда слежу за тем, чтобы синих деталей не было перебора. Странно, но почему этот человек не оставил мне никакой... Записки? Ну, какой-то вот, да, мудочки маленькой. А вот, кстати, решетки на окнах. Ты заметил решетки, когда приехал? Решетки на окнах я заметил еще дарком. Ты спросил, зачем решетки? Ты хочешь сказать, понял ли я, зачем они? Ну, вообще, здесь много кованых вещей. А то есть они в интерьере? Мне кажется, да, они просто подходят под интерьер, потому что ковки много и снаружи, и внутри. Чешеткая голубая ваза. Ух ты, тих-тих-тих. Ваза тяжелая. Смотри, что мы нашли. Мне это читать нельзя? А, вообще можно. Андрей, Лена, Ваня. Андрей, Лена, Ваня. Это совсем недавно мне подарил Андрей Букин со своей семьей на вот мой день рождения. Значит, если мы говорим про женщину, то мы говорим про Лену, наверное. Ну, я бы не уторопилась. Или это трое детей. Может быть. Андрюша, Лена и Ваня. Это правда, что они все мои дети. Андрей, Лена, Ваня. И все артисты нашего театра. А по гостиной можно понять, есть ли тут дети? Ну, по крайней мере, здесь я не вижу присутствия детей. Так как я, значит, папа двухлетнего чуда, я очень точно знаю, что присутствие этого чуда заметно сразу. Огромное количество вещей главного чуда в жизни старших людей, которые везде. Ну что, мы можем подвести итоги. Хозяйки дома от 35 до 45 лет. По профессии это женщина либо актриса, либо фигуристка. По характеру доверчивая и открытая. Любит принимать гостей. Ну, в общем-то, все. Мы можем идти в кухню. Пойдем на кухню. Осторожно, ступенька. Да, аккуратно. Да, я в нее уже... Опять чаплин, чаплин. Камин, во-первых. Камин. И не только чаплин, камин. Камин, чаплин, собачка. Это не собачка, это ром. Это ром, причем почему-то немецкий. Там стоит какая-то бутылка, которая туда влезла просто по размеру. Там вообще эта бутылка ни о чем не говорит. А у меня есть такая лягушка, она деньги приносит. Знаешь, что нужно делать? И что происходит? Деньги приближаются. Да, они приближаются к тебе. Трубки вот одна, которую я взял невоскуренными. Вообще, ими пользовались, по-моему, очень давно. Правильно. У Игоря был какой-то момент, когда ему хотелось курить трубку, и мы начали ему дарить трубки. Но это прошло несколько лет назад. Вот что может означать Чарли Чаплин, понимаешь? Ну, может быть, человек любит Чарли Чаплина. Может быть. А ты кого любишь? Мне когда было 6 лет, у меня везде висел Майкл Джексон. Ты же не говорила о том, что я... Майкл Джексон. Майкл Джексон. ...и я танцор или еще что-то такое. Ты был будущим актером, однако же, понимаешь? Не в ту сторону, к себе. И вот, теперь деньги будут. Звукорежиссер уже был. Да, все уже был. Спасибо. Продолжение следует...